Аппаратное совещание прошло в губернаторском лицее номер 100, что в микрорайоне Юго-Западный. До этого глава области посетил строительные площадки нового квартала. Поэтому двумя основными темами заседания стало строительство и подготовка к новому учебному году. Губернатор объявил, что наступившая неделя будет посвящена национальному проекту «Жилье и комфортная среда». Сергей Морозов обозначил задачи, которые стоят перед регионом по этому направлению. Я напомню о том, что мы в этом году должны с вами сдать более миллиона, там миллион восемьдесят пять тысяч квадратных метров. Такого объема жилья мы никогда не строили. В общем-то, как и предыдущий год, как и позапрошлый год, мы уже лет пять там бьем подряд, так сказать, каждый год рекорды. А в двадцать четвертом году, коллеги мои, к двадцать четвертом году включительно, мы должны с вами выйти на один миллион четыреста семьдесят девять тысяч квадратных метров. По итогам первого полугодия сдано четыреста двенадцать тысяч квадратных метров жилья. Это на тридцать восемь процентов больше аналогичного периода прошлого года. Область занимает лидирующее место в Приволжском федеральном округе по этому показателю. Но вместе с тем есть и проблемы. Они связаны, например, с переносом срока сдачи в эксплуатацию жилья на более позднее подалевому строительству. Этот вопрос губернатор обсуждал с застройщиками и собственниками микрорайона Юго-Запада. Люди, они же верили и нам, мы же здесь тоже в этом микрорайоне тысячу раз были. Они же продали там кто-то свои квартиры, вложили эти деньги в новое жилье. Понимаю, что им сказали, что вот через полгода дом будет сдан. Полгода посчитали, так сказать, сколько будет стоить им съемное жилье. А в результате не полгода, а уже там полтора года на съемном жилье. А это уже совершенно другие затраты для семьи. В области действует закон о защите прав дольщиков. Работают два фонда, занимающиеся проблемами участников долевого строительства. Губернатор поручил разработать дополнительные меры поддержки. В частности, должен быть список всех проблемных объектов. Помогать нужной компаниям вовремя доводить до конца строительство. Мы готовим, Сергей Иванович, ряд мероприятий, которые направлены на поддержку отрасли именно тех компаний, которые имеют производство и которые выпускают строительные материалы. У нас есть пакет мер, которые направлены на поддержку именно тех компаний, которые попали в серьезную ситуацию. То, о чем вы говорили сегодня в начале совещания. Мы не питаем никаких иллюзий. Мы понимаем, что экономическая ситуация достаточно серьезная. И мы намерены выполнить, безусловно, нацпроект. Губернатор обратил внимание на другие составные части национального проекта. Глава области поручил активнее заниматься переселением изверхого и аварийного жилья и разработать комплексную программу благоустройства. Создание комфортной среды – одна из приоритетных задач. И все, что ей мешает, должно устраняться. Например, незаконные парковки. Включаются к жилым домам, ни за что не платят. Ну все одно просто. И антисанитария, и нарушение законов. Губернатор поручил заняться разработкой единого законного пространства для парковок в Ульяновске и Димитровграде. А строительные тематики перешли к вопросам образования. Губернатор объявил начало сбора вопросов от родителей, учащихся и учителей к традиционному августовскому образовательному форуму. Он пройдет с 15 августа по 5 октября. А его гостем станет министр просвещения России Ольга Васильева. Одним из главных тем станет обсуждение нацпроекта в сфере образования и регионального закона о статусе педагога. До начала нового учебного года осталось меньше трех недель. Образовательные учреждения должны быть готовы к приему детей раньше этого срока. Разработан график, и поэтапно каждый день в графике появляются новые школы и другие образовательные организации. Так вот, на сегодняшний день таких 420. Не принято из них 24. Это значит, что организациям дано время для устранения замечаний, выявленных в ходе приемной кампании. И повторно, комиссионно будут выходить эксперты для того, чтобы оценить исправленные недочеты и вновь принять школу или иное образовательное учреждение. По многим провинившимся директорам уже вынесено административное решение. Напомним, на прошлом аппаратном совещании губернатор потребовал, чтобы руководители образовательных учреждений, которые со второго раза не смогли пройти приемку, увольняли. В приемной кампании участвуют не только школы и детские сады, но и учреждения дополнительного образования. Участники аппаратного совещания выслушали, как готовятся к учебному году детские школы искусств. В этом году к приемке предъявлено 54 образовательных учреждения в сфере культуры. В целом на сегодняшний день готовность детских школ искусств составляет 89,7%, плановое значение подготовки 86%. По областным учреждениям готовность 93,3%. Здесь мы немножко отстаем по подготовке Ульянского колледжа культуры и искусства. Работы по ремонту кровли мы планируем завершить до 27 августа. Учреждение будет готово. По образовательным организациям муниципальным общая степень готовности 86,1%. Большинство работ в школах, по словам замминистра, завершатся к 15 августа. Следующая рэперная точка 16 августа. Степень готовности в этот день должна быть 97%. Да полностью школы искусств должны подготовиться к началу учебного года к 20 августа. Егор Стоф, Юрий Конехин, Новости Управды ТВ.